Всем привет, ребята! Первое полноценное видео в 2023 году, разговорное помимо влога, да еще и с новой обстановкой. Я решила немного поменять фон, попробовать добавить камин сзади. Напишите, как вам в комментариях. Я стараюсь улучшать картинку, даже, видите, камера стала лучше и качество видео лучше, поэтому совершенствуюсь в новом году вместе с вами. Сегодня у нас с вами будет вопрос-ответ. Я уже устраивала такую рубрику на своем канале. Это было вообще первое видео, которое я выложила, полноценное разговорное на канал. Оно будет в подсказках, можете его посмотреть. Как раз там я ответила на самые такие часто задаваемые вопросы, банальные, обо мне. И сейчас я снова хочу сделать такой ролик. Недавно попросила задать вас вопросы в моих соцсетях, в Telegram, в Instagram. И среди них выбрала 12 самых интересных вопросов, на которые буду сегодня отвечать. Так что давайте скорее начнем. Будет очень интересно. Я вот все себе записала в свой блокнотик, поэтому давайте... Мне уже просто самой не терпится начать. Я, знаете, так долго просто выставляла эту картинку, что я уже устала просто от ожидания, что я уже просто не могу терпеть. Очень сильно хочу вам ответить на вопросы. Я некоторые вопросы, которые были по одной тематике, объединяла как бы в один большой и делала просто один обобщенный вопрос. Первый вопрос звучит так. О чем будет твоя книга? Расскажи о том, как пришла идея ее написать. Это твоя первая книга. У меня одна книга, над которой я сейчас работаю. Конечно, есть еще другие идеи, которые так, в дальнем ящике, над которыми я тоже планирую в скором времени начать работать. Но прежде я хочу работать над тем, что мне прям невероятно интересно и то, что меня больше всего зажигает. И моя книга будет в жанре фэнтези. Это будет книга о вселенной. Я бы сказала так. Это будет книга о вселенной, о другом мире. Конечно же, когда мы говорим о фэнтези. Это будет книга о мире на звездах. Это будет книга о времени, об управлении временем. И, конечно же, там будет невероятно крутая любовная линия, которую я просто обожаю всей душой. И я вообще тащусь с фэнтези, в которых есть крутые любовные линии. Надеюсь, вы тоже. Книга выйдет, я очень на это надеюсь, в 2023 году. Пока что я ее еще только пишу. Как вы понимаете, это небыстрый процесс. Потом нужно будет ее еще отредактировать, потом напечатать, выпустить тираж и так далее. Идея для книги мне пришла во сне. Это достаточно такая интересная тоже тема для обсуждения отдельная. Мне снятся сюжеты моих книг. И это не какой-то бред. Это правда сюжеты. Я это обсуждала со своим психологом. И она мне сказала так. Рожденный писателем не может не писать. Рожденный художником не может не рисовать. И вообще, в принципе, рожденный исполнять свое предназначение не может его потерять. И когда наш мозг даже бессознательно во время сна уже формирует какие-то идеи для книг, для картин, для музыки, хоть для чего, это значит, что 100% нам нужно этим заниматься. И что, видимо, это 100% возможно наше предназначение. Я люблю говорить красивыми словами. Я, ребята, много читаю. Поэтому, если вы не привыкли, то привыкайте. Очень интересно услышать от тебя больше про эзотерику. Чем конкретно занимаешься и как давно? Да, ребята, я занимаюсь еще и эзотерикой. Я разносторонняя личность. Назовем это так. Я занимаюсь эзотерикой с середины 2021 года. То есть уже, соответственно, практически, кстати, два года. Практически два года я занимаюсь конкретно Таро и нумерологией. То есть я делаю разборы матриц судьбы. И также гадаю на Таро. Ну и еще я, в принципе, очень много изучаю тему духовности, кармы, законы души, всего остального. Очень советую прочитать книгу «Путь души» Майка Ньютона, особенно для тех, кто боится смерти и того, что будет, когда наша жизнь закончится. Потому что эта книга просто такая, знаете, база. Вот сначала она, потом уже Ариана Гаранде, Леди Гага и все остальные. Вот эта книга прям база для тех, кто хочет начать изучать духовность. Я занимаюсь матрицей судьбы и Таро. Но при этом я не делаю расклады или разборы для всех. Это такая, знаете, ограниченная функция. Я для себя решила, что я это делаю только для узкого круга, для друзей, для знакомых. Мне так больше нравится. Я не выбираю это как способ заработка. Кто хочет погадать или что-то в этом роде, обращайтесь к моей сестре. Контакты оставлю в описании, потому что она этим занимается профессионально. Как ты решилась на поездку в Арктику? Долго думала или спонтанно приняла решение? Вообще любовь к путешествиям появилась в каком возрасте? Я еду в Арктику с 1 по 5 февраля. Ждите влог оттуда. Я еду смотреть Северное Сияние, китов и все возможные прелести и красоты нашей невероятной природы. Как решилась? Да просто мы с подругой переписывались в ночь на 1 декабря. Вот именно такая какая-то красивая дата получилась у этой поездки. Мы с ней переписывались, она говорит, слушай, я тут в Арктику поеду с туром. Я такая, о, а я тоже хочу. Она говорит, на, держи, вот контакт. Нужно внести предоплату, сегодня крайний день. Я такая, оу, я день подумала. Решила прям не на горячую руку сразу принимать решение. Но вечером оплатила. Поняла, что все-таки я этого хочу. Я об этом очень много думаю. Это была одна из моих мечт. Посмотреть китов, увидеть Северное Сияние, покататься на Северных Оленях, выйти в Барнцево Холодное море, вообще побывать на краю земли. Поэтому ждите влоги оттуда. Это будет мега круто. Любовь к путешествиям появилась тогда, когда я открыла для себя мир Инстаграма в 13 лет. До этого момента я жила в коробке. Просто я это так метафорически называю, потому что все, что я знала, это мир, который меня окружал. Поэтому интернет в моем случае, как я считаю, вообще мое мнение об интернете, что это не зло. Это прекрасно, потому что благодаря интернету мы расширяем границы нашего сознания. Вот когда я поняла, что оказывается можно путешествовать в любые страны, сколько хочешь, можно зарабатывать для этого, чтобы туда путешествовать, тогда и появилась любовь к путешествиям. Но пока что, к сожалению, из стран я была только в Дубае. Очень хочу побывать из-за топ моих стран. Первое — это в ближайшее время Египет, Франция и Италия. Расскажи, что такое фриланс? Как у тебя получилось стать продюсером сразу после школы? У кого училась запуском? Что такое фриланс и на чем я зарабатываю? Фриланс — это работа в онлайне. То есть это работа, которая подразумевает под собой, что вы зарабатываете, находясь дома непосредственно из своего компьютера. Особенность фриланса в том, что никто вам не начальник, вы сами распределяете свой график, соответственно, вы сами полностью ответственны за свой заработок. Если вы не пошевелите жопкой, то у вас сегодня может быть все прекрасно, а завтра уже может вообще не быть средств. В этом суть фриланса. Каждый зарабатывает столько, сколько он может, сколько он прикладывает для этого усилий. И фриланс обычно подразумевает под собой работу в команде блогеров, зачастую, либо же в команде каких-то больших компаний. Но то, что вот у нас так принято сейчас в мире инфобиза, это все-таки работа в команде блогеров. Потому что у больших блогеров очень большой штат. То есть это и графические дизайнеры, и обычные дизайнеры, и тех-специалисты, и копирайтеры, и продюсеры, и вообще все, кто только могут быть. У меня в команде пока что еще не так много людей. Но да, у меня тоже уже есть своя команда. Как я начала заниматься запусками еще во время учебы в школе? Не после, а во время. Я начала заниматься запусками, когда я заканчивала 11 класс как раз весной. То есть вот, заканчивала и одновременно начала работать продюсером. Да просто увидела в интернете, что есть такая возможность, долго не думала. Попросила у мамы денег взаимы, взяла первый курс и все. Я не буду говорить, у кого я училась запуском, потому что я училась запуском у очень многих людей, у топов рынка. И основная мысль, которую я поняла со временем, это то, что если ты хочешь достичь таких же результатов, как у человека, за которым ты следишь, иди к нему на обучение. Поэтому если хотите таких же результатов, как у меня, если хотите путешествовать, жить в лучшем городе страны, ни в чем себе не отказывать, то welcome ко мне на обучение. У меня скоро стартует третий поток обучения по продюсированию. 6 февраля. Информация будет в описании под видео. Как ты думаешь, почему тебя так влечет к искусству? Почему интересуешься книгами и писательством? Я думаю, потому что я люблю отключаться от реальности, потому что я люблю погружаться в другой мир, я люблю расслабляться за счет того, что я даю волю фантазиям. Поэтому меня влечет к искусству и ко всему, что с этим связано. Я заметила, что даже, ну вот по эзотерике, раз я этим занимаюсь, у людей с определенными цифрами в зоне комфорта, в матрице судьбы, это такие центральные позиции по энергиям, есть предрасположенность уходить от реальности. Вообще у меня, в принципе, если по каким-то вот таким эзотерическим расчетам смотреть, я раз этим очень много занимаюсь, то я также в этом нахожу для себя объяснение. Каждый на это смотрит, как хочет, и сам для себя решает, на что опираться и что решать в своей жизни. Но вот у меня, например, в матрице судьбы очень много 12-го аркана. 12-й — это один из самых творческих арканов Таро. Его особенность в том, что это аркан повешенного, и он смотрит на мир с обратной стороны. То есть он вообще подвешен за ноги к дереву, и поэтому он смотрит на все с обратной стороны. И, наверное, да, я просто смотрю на все с обратной стороны, поэтому меня влечет к искусству, поэтому я думаю, что людей влечет к искусству и к книгам в том числе, потому что они любят смотреть на мир с обратной стороны. И кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И, кстати, это как плюс, так и минус, потому что порой людям свойственно очень сильно уходить от реальности. То есть человек просто забывает, что он живет в реальном мире, что у него есть реальные друзья, реальная семья, и погружается целиком и полностью в книги, даже в игры, хоть во что. Расскажи про работу с психологом. Что стало причиной твоего РПП? На днях рассказал о своем телеграм-канале. Если хотите больше знать обо мне и о том, что происходит у меня в жизни, советую очень сильно подписаться на мой телеграм-канал, потому что я очень стараюсь над его видением. Как и над всеми остальными соцсетями, там каждый день выходят интересные и классные посты, поэтому welcome. Там мы говорим не только на тему литературы, но и также это психология, актерское мастерство, фриланс в том числе. Идеальный баланс находится на моем телеграм-канале. Почему я решила обратиться к психологу? Я уже давно занималась психологом. На протяжении двух лет я прорабатывала именно установки, которые у меня были из детства, которые мне мешали кратно вырасти в доходе. И прорабатывала отношения с родителями. Но вот недавно я поняла, что мои проблемы с весом, подробно сейчас не буду рассказывать, но моё РПП это уже то, что мне реально мешает. И мои постоянные скачки веса вверх-вниз, при том, что по здоровью у меня всё в порядке, и проблемы в голове, это то, над чем я хочу и готова работать. Поэтому я нашла психолога. Мне повезло, я с первого раза нашла подходящего для себя психолога. И мы уже начали работу. Работа предстоит долгая. Длительная, я это понимаю. Но любая причина и любое начало РПП, оно идёт из детства. И потом во взрослом возрасте, уже в зависимости от того, как работает психика человека, он сам для себя выбирает путь решения этой проблемы. Кто-то может справиться сам. Я пробовала сама, у меня, к сожалению, не получилось. Поэтому я решила обратиться к специалисту. Что тебе хочется изменить во внешности? Девочки, как я хочу грудь? Вы знаете, прям хочется сиськи. Вот прям третий размер. Вот, ну хотя бы два с половиной. Потому что мозгами бог не обделил, но вот грудью очень хочу. Сейчас все девочки, у которых большая грусть, скажут, нет, не делай это, это ошибка. Это, знаете, тренд из тиктока, где там из окошка как будто бы стучится человек, и такой, типа, это я из будущего смотрю и говорю себе в прошлом не совершать ошибку. Ну, правда, очень хочется. Посмотрим. Если я ближайшие пару лет не передумаю, то сделаю. Небольшое увеличение, груди. Как переборола страх быть блогером и страх осуждения? Интересный вопрос. Во-первых, я ходила два года в театральный. Там хочешь, не хочешь, но ты прорабатываешь страх осуждения. Ты всегда показываешь какие-то этюды своей труппе. И да, над тобой могут ржать, если ты делаешь какую-то фигню. Да, тебе могут прямо сказать, что это фигня. И просто, я думаю, именно два года в театральном сыграло большую роль для меня в становлении как блогера. Я в 13 лет писала стихи, и тогда я их выкладывала в паблики ВК, и у меня их начали воровать другие писатели, причем взрослые, не писатели, а поэты, и выдавать за свои. И я увидела такое количество хейта, просто вы не представляете. В тот период я, наверное, тогда уже начала прорабатывать страх осуждения и тему хейта. Поэтому, когда я стала блогером, мне уже это все давалось гораздо легче. Как ты поняла, что находишься на верном пути, что твои цели не навязаны обществом? Вот теперь минутка эзотерики от Ирины. Как понять, что ты находишься на правильном пути? Во-первых, когда ты находишься на правильном пути, такое ощущение, что удача идет с тобой не параллельно, а на одном пути, что она с тобой всегда. И что бы ты ни сделал, это все приносит тебе какой-либо успех. Как только ты хочешь бросить то, чем ты занимался, приходит какой-то знак о том, что тебе не нужно это бросать. Вот это уже говорит о том, что это ваше, и что это ваше предназначение, и что это ваши цели. Я не знаю, слушаете вы или нет, но на фоне музыка из советского фильма «12 стульев» из «Собаки Баскервилли». Я так кайфую, просто обожаю этот фильм. Недавно пересматривала, буквально в эти выходные. Когда вы на верном пути, и когда это правда то, чем вам нужно заниматься, то у вас в жизни вот все идет максимально кайфово. Вот прям как по массу. Вот вы начали, и вот прям пошло, и вы чувствуете отдачу от мира. То есть, когда я пробовала быть просто блогером в теме фриланса, у меня вообще не шло. Я не понимала, что не так, но внутренне я вот хотела быть писателем, я хотела быть литературным блогером. И когда я выложила первое видео на тему литературы в своем профиле, на ТикТоке в первую очередь, оно сразу залетело. И сейчас оно набрало уже 7,5 миллионов просмотров. Вот такие знаки, на них нужно обращать внимание. Когда начинаете и получается, это значит, что это ваше. Но если вы занимались чем-то с самого детства, если это были мысли с детства, о том, чем вы хотите заниматься, возвращайтесь к этому, вспоминайте, значит, это ваше. Мои цели, они не навязаны обществом, потому что я вот как-то с детства понимала, что я хочу. Наверное, это тоже особенность психики человека, быть устойчивым к мнению окружающих и к тому, что говорят другие. Потому что мои цели, это реально мои цели, это то, чего хочу я. Так что, если вы на верном пути, то в первую очередь, у вас постоянно удача на пути вместе с вами, знаки, что вам не нужно это бросать. Вы каждый день встаете с мыслью о том, что вам нравится то, чем вы занимаетесь, и вам нравится ваша жизнь. Это значит, что вы на верном пути. Надеюсь, я кому-то смогла помочь этим мини-монологом. Как ты выучила с нуля французский? Твоя любимая фраза на французском. Я начала учить французский с нуля, тогда же, в начале своей карьеры фриланса. Это все было взаимосвязано, я начала заниматься фрилансом, потому что я хотела поступить во Францию, я поступила, про это говорила в предыдущем ролике, по-моему. Ну, надеюсь, что да. Просто мне Леонид Тазанова рассказывает. Если что, зайдите в мою институцию, я там тоже про это говорила в закрепленных сториз. Это очень длинная тема для разговора. Так вот, я хотела с нуля выучить французский, переехать жить во Францию, и поэтому начала заниматься фрилансом, потому что только репетитор сцел 20 тысяч в месяц, и еще плюс ко всему нужно было дополнительно деньги на то, чтобы, в принципе, жить во Франции. А у меня как бы родители с обычной среднестатической зарплатой, и не было возможности мне это все дать, как бы им не хотелось. Я начала учить французский сразу вместе с репетитором, потому что вот если вы начинаете учить язык с нуля и не с репетитором один на один, это гиблое дело, потому что хочется бросить раз 500. Первые два месяца изучения самые сложные. Я изучала язык в день по 3-4 часа, и благодаря этому я быстро вышла на уровень B1. Сейчас я занимаюсь урывками, ну вот так, волнами. У меня нестабильное изучение французского, потому что сейчас я понимаю, что в ближайшие два года, скорее всего, я хочу сделать больше упора на работу, и пока что еще не готова поступать, потому что поступление за границу, я подписана на девочек, которые поступили за границу, и которые там учатся. Это такое дело, что ты не можешь совмещать это с работой. Ну, действительно, ты просто целыми днями учишься. Это учеба на другом языке, это другая национальность, это вообще все другое, это другой мир. И еще работать при этом 2-4 на 7, как это делаю сейчас я, но, к сожалению, это нереально. Поэтому я пока что концентрируюсь на работе, постоянно смотрю сериалы на французском, это уже мое такое обыденное дело стандартное, общаюсь с иностранцами, в принципе, повторяю материал, который изучаю, чтобы вот поддерживать уровень. Ну и, если хотите выучить с нуля, найдите своего репетитора. Мне повезло, мне попался с самого начала классный репетитор, с которым я выучила хорошо язык с нуля. Ну, я за это и много платила. Моя любимая фраза на французском звучит так. Le monde allons vers. Мир с обратной стороны. Это моя татуировка на запястье. И забавный факт о моей татуировке на запястье, у меня их вообще 2. Вторая вот тут. Они обе связаны с литературой, с моими книгами точнее. Но вот эта татуировка, я ее набила, потому что мне просто понравилась фраза. Переводится она как мир с обратной стороны, дословно. И она мне просто понравилась. А потом я стала изучать свою матрицу судьбы, узнала, что у меня много 12-го аркана повешенного. И узнала, что у меня, в принципе, это мое стандартное состояние смотреть на мир с обратной стороны, была немножко в шоке. Поэтому это короткая татуировка. Когда вы говорите людям, что они бьют, типа, что-то просто потому, что им это понравилось, зачастую это потому, что это про них. Даже если они это не осознают с самого начала. Топ-3 книги, которые нужно прочесть каждому. Я их написала сразу же, когда готовилась к этому видео. Первая это не книга, а рассказ «Мужество женщины» Джека Лондона. Советую каждому. Всего 20 страниц в электронной версии. Эта книга про силу женщины. Это даже не книга, а рассказ. Это такой рассказ, который ты один раз читаешь, и вот он тебе на всю жизнь в память въедается и оставляет отпечаток. Но хороший отпечаток, неплохой. Вторая книга — это «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Почему я советую ее прочитать? Потому что это книга про нездоровые отношения и про то, как они выглядят со стороны. Это мрачная немного история, но такая, которая тоже навсегда остается в твоей памяти. И мне нравится эта книга. Она входит в список классики английской, и я ее достаточно часто перечитываю. И последняя книга, но тоже это сборник рассказов, «Морфий Булгакова». Почему советую прочитать «Морфий»? Потому что нужно понимать, что наркотики делают с человеком, и почему это зло. Вот и все. В паре буквально слов рассказала про каждую. И последний вопрос, двенадцатый. Есть ли любимые сериалы и фильмы? Если да, то какие? Я тоже заранее написала. Фильмы — это все, все фильмы по Гарри Поттеру. Я фанатка Гарри Поттера и этой вселенной. Если вы еще не смотрели, я вам завидую. Я хочу стереть память и посмотреть заново. Я обожаю дромеоны. Я читаю фанфики по дромеоне. Окей, окей, но это редко, это редко. Мой любимый фанфик по дромеоне — аукцион. Дромеончики, отзовитесь в комментариях. Ловушка для родителей и Крутая Джорджия. Мне нравятся эти фильмы. И они, кстати, с Линдсей Лохан. Оба фильма. Просто в одном она маленькая, а во втором она уже взрослая. Ну и Крутая Джорджия. Он еще веселый в начале, но в конце вообще не веселый. По сериалам. Ведьмак. Любовь-любовь. Фэнтези. Очень странные дела. Смотрела все сезоны. Обожаю. Очень интересный сериал. И сплетница. Иксалу-иксалу. Гассов-герл. В принципе, на такой красивой ноте. Мы завершаем наш с вами вопрос-ответ. Спасибо большое за то, что вы были вместе со мной. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Что вам, в принципе, понравилась эта рубрика. Я не люблю растягивать. Я не люблю лить воду. Поэтому, возможно, на некоторые вопросы я ответила чуть более коротко, чем вы могли ожидать. Ну, в этом все я. До скорых встреч. Подписывайтесь на мои другие соцсети. И пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...